Привет, уважаемые господа, зрители и подписчики моего канала. Секундочку, мне тут свет подогнали, чтобы я стал виднее. Ой, смотри, как хорошо. И лицо поярче. И сразу стало все хорошо. Так, опять в запчастях. Сегодня мы рассмотрим модуль или блок плавного пуска. Расскажем, что его портит, как подключать примерно. Сразу скажу, чем лучше. Здесь на два провода, на два. И на три провода подключения. Дальше смотрите. Вариант подключения на два провода. Самый простой справится даже ребенок. Вход и выход, все. Сложного нет. Можно установить и в электроинструмент, и в резетку, и в удлинитель. Где вам нравится, где вам нужен плавный пуск, туда и устанавливаете. Как бы. Плавный пуск, блок на три провода. На три провода. Это, конечно, посложнее. Потому что установка данного после кнопка пуск. Должно быть это в инструменте. Там паять надо. Короче, это только электрик. Дальше смотрим. Что на два, что на три. Каждый модуль плавного пуска имеет мощность 12, 18, 16, 20 ампер. Так что вы подбирайте сразу к своему инструменту, двигателю, которого вы будете запускать. Ну, такой, честно, самый ходовой на 12 ампер. Самый средний, до двух киловатт, по-моему. Если я не прав, кто-нибудь поправьте его в комментариях, пожалуйста. Где купить данные модули? На три, на два, разной мощностью. 12, 16, 20 ампер. Снизу под видео, в описании ссылочки. Кто не знает, где это, как всегда. Слово «Еще» жмём. Открывается такая страничка с описанием этого видео. Там, между зелёными квадратиками. Купить блок плавного пуска. Два контакта 12 ампер. Жмём. Переходите сразу ко мне на мой интернет-магазин. Балу запчасти. На котором, чёрным по белому, фотография, описание каждого модуля. Мощность. Даже есть размеры у меня где-то проставлены. Высота, ширина. Отверстия для крепления. Всё есть. Также можно. Быстрая связь и заказ. Вот по телефону Viber. Прямая связь со мной. На каждом модуле, на каждом, есть схема подключения. Сразу идёт с завода. На каждом. Маленьком, большом, неважно. Пластмассовом, металлическом. Есть схема подключения. Ну, как я считаю, на два провода, конечно. Это самый простецкий вариант подключения. Но, сразу скажу. Я порылся в интернете. Матчасть изучил. Любой, любой модуль боится. Любой, что он на два, что он на три провода. Чего он боится? А боится он, знаете, перегазовку мотоцикла делать. Ван, 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 ван делать. Запуск сделали электроинструменты. Ждём пока остановится. Если вы не ждёте, а сразу газуете, данные модули, что он на два, что он на три, выходит со строя. Кто со мной согласен, в комментариях черкните. О чём ещё? Если уже у вас в инструменте стоит модуль плавного пуска, то подключение любого из этих модулей, любого, не запустит ваш инструмент как бы вторым модулем. Если у вас уже есть, значит он уже есть. Отдельный модуль для инструмента. Ну как, я лично думаю, надо сделать сразу розетку. Вы удлинитель засунули, у вас удлинитель есть, плавного пуска. Красные изоленты намотали. Вот у вас, ага, болгарку взяли, двухкиловатный, чтобы на вас не скакало. Взяли сразу удлинитель с красной изолентой, где модуль подключен. Вход и выход. Двухпроводовый, ну просто капец, регкотня. Трёхпроводовый, да, это сложно. Там уже после кнопки паять надо всякая фигня, конденсаторы. Извините, я не электрик, я барыга, как вы мне называете. Вопросы. Рациональные предложения в комментариях, пожалуйста. Где купить, я вам рассказал, по хорошей цене. Кому было полезно, ставим вот так, кому нет, вот так. Пишем в комментариях производство модулей. Ну, соответственно, с такими глазками китайцы. Ну, потому что в Украине, наверное, чтобы сделать вот такой модуль, он будет выглядеть, я не знаю, ну, большое, что-то глобальное. У нас такое не производят. Легче взять в Китае, быстрее. Даже инструмент, который производят у нас плавным пуском, берут в Китае в блоки модули плавного пуска, вставляют в наш инструмент и пишут, не китайское, а украинское уже. Хотя, весь, вся комплектация уже китайская. Ну, логика, мозг, вот такой у нас. Ставим лайки. Я вижу, вижу, вы не поставили, поставили, не жалеем. И здесь лайки за это, вот так вот. В конце, как всегда. Всем удачных ремонтов и покупок. Па-па. Па-па.